Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Полсотни человек сегодня приняли участие в пожарно-тактических учениях на Красной Поляне. По легенде, загорелся вокзал. В Сочи полицейские изъяли свыше 3000 пиротехнических изделий. Таковы итоги проверки торговых точек. 48 улиц и переулков отремонтировали в Хосте в этом году. В районе подвели итоги большой работы и наметили планы на следующий год. В Сочи выбрали лучшего водителя почтового автомобиля. Участникам со всей страны пришлось пройти несколько испытаний. Подготовка к российскому инвестиционному форуму в Сочи идет по графику. Об этом Вениамин Кондратьев доложил вице-премьеру страны Дмитрию Казаку. Рабочий день губернатора края накануне прошел в Москве. Глава региона принял участие в совещании, которое провел зампредседателя правительства. Для подготовки экономического форума созданы четыре рабочие группы, которые будут координировать размещение гостей в отелях, транспортную логистику, питание и работу волонтеров. Сегодня уже ведется мониторинг цен в гостиницах на время проведения саммита. Также проработаны вопросы безопасности и бесперебойного обеспечения энергоснабжения. Обсудили и деловую программу. По итогам встречи Вениамин Кондратьев прокомментировал журналистам, что в повестку включат обсуждение стратегии развития края до 2030 года. На основе нашего региона предлагается рассмотреть перспективные направления социально-экономического развития других субъектов Российской Федерации. В этом году, надеюсь, будет больше умных предложений, например, таких, как создание производств с применением инноваций современных энергосберегающих технологий. К 2030 году мы ставим амбициозные цели в экономике, достичь которой без существенной модернизации будет невозможно. Все проекты Краснодарского края на форуме впервые презентуют в формате кластеров. Инвест-предложения будут представлены по пяти основным для Кубани направлениям. В их числе развитие логистических комплексов, проекты в сфере виноградарства, альтернативной энергетики и переработки мусора. Сам стенд будет выполнен в футуристическом стиле. В экспозиции каждого муниципалитета разместят экраны с предложениями в 3D-формате. Напомню, что российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля. Полсотни человек сегодня приняли участие в пожарно-тактических учениях на Красной Поляне. Тренировки эти плановые. Их количество обычно увеличивается в преддверии Нового года. Все подробности в нашем следующем сюжете. В пожарной службе раздается звонок. Горит вокзал на станции «Роза Хутор». Дежурный подает сигнал тревоги. Несколько минут на сборы и пожарные выдвигаются к месту возгорания. Шесть единиц техники и 25 пожарных. Таков состав группы, которая немедленно приезжает к ЖД вокзалу. В тактических учениях отрабатывается каждая деталь. Пожарные проверяют и себя, и то, как работает техника. Самое главное непосредственно – это безопасность людей, отдыхающих на время проведения зимних период. Значит, эвакуация людей, отработка взаимодействия органов, то есть взаимодействие, чтобы все структуры непосредственно взаимодействия и работали в одном ритме. Именно поэтому в учениях участвуют не только пожарные. Как нужно действовать во время ЧП, отрабатывают все службы, в том числе городская и районные администрации. Переду пример. Вот пожарные прибывают на пожарах. Если в гидранте давление слабо, водоканал должен быть. Должен быть. Дежурные силы должны прибыть. Должны прибыть. Энергетики должны здание обесточить, если его тушат. Должны обесточить. Если газовые баллоны есть в здании, если есть газовая котельная, газовая служба должна прибыть. Должна прибыть. А еще на месте работает УВД, контролирует общественный порядок и ГИБДД регулирует движение. Участвует в тренировках и Краснополянский аварийно-спасательный отряд «Кубань-Спас». Работы, говорят спасатели, с каждым годом становится все больше. Курорт наш функционирует сейчас круглогодично, в напряженном режиме. Туристов посещает Красную Поляну очень много. И часто происходят с людьми травмы ввиду сложности, особенности рельефа местности. Возникает необходимость поиска заблудившихся. В целом же в учениях приняли участие 50 человек. Подобные тренировки в преддверии Нового года пройдут во всех районах Сочи. Ведь, как правило, в праздничные дни люди более беспечны. А это значит, что пожары могут случаться чаще. Кроме того, впереди активный горнолыжный сезон. В Сочи приедет много туристов со всей страны. И здесь важно обеспечить им не только отеклый прием, но и в первую очередь безопасность. Инга Габеши, Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». В Сочи полицейские изъяли свыше трех тысяч пиротехнических изделий. Проверки торговых точек были проведены сотрудниками отдела исполнения административного законодательства. Так, в микрорайоне Макаринга без документов и разрешений 20-летний предприниматель организовал продажу пиротехники прямо вот на таком столе. Незаконная деятельность торговой точки была пресечена. Из продажи изъяты салюты, фейерверки и петарды всего более 800 единиц. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол. Кроме конфискации товара, ему придется выплатить штраф. Аналогичные нарушения были выявлены в других районах города Сочи. Всего из оборота изъято более трех тысяч единиц пиротехнических изделий. Мы обращаемся ко всем жителям и гостям нашего города. Кто обладает информацией о подобных нарушениях, незаметно сообщать в полицию по телефону 02. Приобретать пиротехнику нужно только в специализированных магазинах. Покупатель вправе потребовать сертификат на товар. Инструкция по применению салюта обязательно должна быть на русском языке. Если один из этих пунктов не выполнен, лучше отказаться от покупки. Три автомобиля столкнулись на улице Горького в районе железнодорожной поликлиники. ДТП произошло накануне вечером. По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автомобилем «Шкода», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу автобусам «Хюндай Каунти». После столкновения «Шкоду» отбросила настоящий автомобиль «Киа». В результате пострадал 15-летний пассажир «Шкоды», который находился на заднем сидении. Чтобы не допустить заторов на дороге, сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение. По факту ДТП проводится проверка. Спасатели помогли сочинцу пострадавшему в ДТП. Авария произошла накануне на объездной дороге в районе села Раздольное. В результате столкновения двух автомобилей «Газели» и «ВАЗ-2110» в десятке был зажат мужчина. Деблокировав пострадавшего, 39-летнего сочинца, спасатели транспортировали его на носилках к машине скорой помощи. По предварительному диагнозу у мужчины множественный перелом правой ноги. Сочинцам рекомендуют уточнить срок поверки счетчика, чтобы не остаться без газа. Жители домов и квартир, в которых установлен газовый счетчик, значительно экономят на оплате за газ. Но о том, что существуют некоторые правила, помнят не все. Одно из них абонент обязан ежемесячно, до 10 числа, подавать показания счетчика в ресурсоснабжающую организацию и обеспечивать своевременную поверку. Показания счетчика с просроченной поверкой считаются непригодными. Дальнейшие начисления автоматически производятся по нормативу. Процедура поверки достаточно проста и может производиться как с демонтажом счетчика, так и без него. В некоторых случаях выгоднее провести замену на более современную модель. По затратам это вполне сопоставимо с поверкой счетчика устаревшей модели. Какой вариант выбрать – решать абоненту. Главное – обратить сейчас внимание на срок поверки. Если это январь 2018 года, надо уже сегодня обратиться с заявлением. Следует помнить, что допуск к газовым приборам имеют лишь работники организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание. 48 улиц и переулков отремонтировали в Хосте в этом году. В районе подвели итоги большой работы за 12 месяцев и наметили планы на 2018 год. В зале местной администрации собрался актив района, депутаты, представители бизнеса и мэрии Сочи. Самых активных за большую работу на благо района отметили благодарственными письмами. Работа действительно проделана колоссальная. Одно из самых заметных достижений – в Хосте отремонтировали более 173 тысяч квадратных метров дорог. Это 48 улиц. Такого масштабного дорожного ремонта район не видел давно. Кроме того, ликвидировано 27 свалок и вывезено порядка 13 тысяч кубометров отходов. Еще одно достижение – построено и отремонтировано 28 детских и спортивных площадок. Не оставляют без текущего и капитального ремонта детские сады, школы и поликлиники. В Хостинском районе очень динамично идет работа по наведению порядка на улицах. Очень слаженные команды территориального общественного самоуправления. Очень хорошо работают управляющие компании. Есть, конечно, недостатки еще по дворовым территориям. Работы всегда хватит. Есть на что обратить внимание. 703 многоквартирных дома в районе будут участвовать в программе «Комфортная среда». Значит, их дворы станут современными и ухоженными. В районе за год высадили тысячу деревьев. Открыли сквер фестивальный на улице Фабрициуса, за что отдельно поблагодарили меценатов. Готовится к открытию и еще один зеленый уголок. Сквер на Бытхе планируют достроить к Новому году. Формирование комфортной городской среды. В этом федеральном проекте может принять участие любой сочинский дом. Заявок на участие в программе уже больше тысячи. В центральном районе в программу включено 68 придомовых территорий и 20 общественных. Расскажет Инга Габешия. Участники проекта «Формирование комфортной городской среды» могут рассчитывать на обустройство спортивных и детских площадок, благоустройство газонов, устройство парковочных мест, установку уличного освещения. Программа должна быть принята в феврале. Рассчитана же она до 2022 года. Самое главное условие данного приоритетного проекта – это непосредственное участие жителей. Финансирование происходит за счет федеральных средств. Это 90,3%, 9% – это краевые средства, и 0,7% – это собственники, которые должны либо за счет подрядчиков выполнять работы, либо сами непосредственно участвовать в улучшении места отдыха. То есть доля собственников может быть и не финансовая, а в виде общественной деятельности. Организация субботников также пойдет в зачет. Жители шестого дома на Гранатной отреагировали на федеральную программу в числе первых их. Пятиэтажка сдана в эксплуатацию еще в 1984 году. Поэтому необходимость в благоустройстве придомовой территории здесь возникла давно. Мы готовы все поучаствовать в этой программе, выйти всем домом и помочь чем можно, чем надо. Практически все пункты, которые я написала, нарисовала, все это вошло в программу, все одобрено. Например, у нас нет перил. Потом расширение дороги. Детская площадка пришла в негодность, и мы решили здесь установить тренажеры. Это вообще, конечно, отличная программа. Благодаря ей, этой программе, мы сможем благоустроить свою придомовую территорию, и жители будут довольны, счастливы и дети, и взрослые. Проект формирования комфортной городской среды предусматривает благоустройство и общественных территорий. По ним решения принимаются в ТОСе. Самое необходимое – это создать людям комфортные условия, чтобы вечером, если люди здесь сидели, то они сидели бы на нормальной мебели, на хорошей скамеечке, и было бы освещение, чтобы они могли друг друга видеть. Большое количество пожилого населения у нас, очень большое количество, и для них это просто необходимо. Проект великолепный. Рекомендую всем сочинцам не отказываться от такой возможности. А еще сочинцам рекомендовано поторопиться, чтобы придомовые и общественные территории вошли в программу на ближайший год. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Новые дороги, детские и спортивные площадки и котельная в детском саду. Наказы избирателей поселка Головинка депутатами городского собрания Сочи выполнены в полном объеме. Наша съемочная группа побывала в Лазаревском районе и лично убедилась в этом. Детский сад номер 74 поселка Головинка. Его посещают более 300 малышей. Условия прекрасные. Несколько отдельных корпусов, большая ухоженная территория. Ну а теперь удобств стало еще больше. После строительства вот этой современной газовой котельной. Раньше, вспоминают, в детском саду приходилось отапливаться по старинке углем. Все изменилось после обращения к депутату городского собрания Сочи Александру Савастьянову. Депутатская группа во главе с Людмилой Георгиевной Мансуровой, Варильджаном Владимиром Истроповичем и, самое главное, с Савастьяновым Александром Игоревичем помогли нам газифицировать детский сад. Большое спасибо Александру Игоревичу. Он ускорил проект на газификацию. И его бригада как бы быстро, в течение двух месяцев провела нам газ. Вопрос решился всего за полгода. Теперь и хлопот с отоплением стало меньше, а в самом саду гораздо теплее. Ну а в этом дворе по улице Мостовой, благодаря депутатам 14-го избирательного округа, теперь гораздо веселее. Новая детская площадка с горками, каруселями и качелями стала любимым местом для отдыха у местной детворы и молодых мам. Ну а вот так шумно теперь после урока в школьном дворе. Дети спешат занять место на новой площадке. Спортивный комплекс, долгожданная заасфальтированная дорога и уличное освещение возле школы – все это выполнены депутатам просьбы от жителей поселка. Любые вопросы, которые связаны с жизнедеятельностью вообще людей всех – это и канавы, и там какие-то строения, и материальная помощь кому-то еще. Наши депутаты очень хорошо с нами взаимодействуют и работают. В целом перечень выполненных наказов весьма объемен. Так, благодаря депутату Александру Савастьянову в Вардане и Катковой щели была отремонтирована дорога. В Дагомысе газифицирован местный дом культуры. Продолжается депутата в том числе и на собственные средства и работа по благоустройству детских и спортивных площадок, ремонту, оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На трассе Сочи-Автодром водитель из Удмуртии завоевал главный приз – автомобиль «Форд». В нашем городе состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России «Лучший водитель-2017». Все подробности у Елены Овсециной. Началось все с парада почтовой техники. На трассе «Формула-1» водители Почты России, причем лучшие. Десять победителей макрорегиональных этапов соревнований. В финал состоялось пяти заданий. Теория, первая медицинская помощь, инсценировка рабочей ситуации, фигурное вождение и замена колеса. Казалось бы, легкие задания, но и здесь необходимо проявить сноровку. Более того, дождливая погода создавала свои трудности, к которым, собственно, работникам почты не привыкать. Для конкурса водительского мастерства это самое, что ни на есть правильная погода. Потому что в нашей стране погода бывает разная, часто бывают осадки. Поэтому здесь мы смоделировали, специально договорились с небесной канцелярией, чтобы был небольшой дождик, чтобы действительно в боевых условиях водители продемонстрировали свое мастерство. Ежедневно по российским дорогам колесят 17 тысяч автомобилей. От них в первую очередь зависит своевременность доставки почты. В этом году парк автомобилей Почты России заменен на 15%. Закуплено 2,5 тысячи транспортных средств. Есть даже самолеты и почтовые железнодорожные вагоны. Главный лозунг почтовых работников – скорость, аккуратность, надежность. Удивить скоростью и новым качеством услуг пообещали сегодня на трассе «Формула-1». А победителем конкурса стал водитель из Удмуртии Рамиль Садыков. Справившись на отлично со всеми заданиями, он теперь решает другую задачу, как увезти из Сочи главный приз всероссийского конкурса – автомобиль «Форд». Меня сейчас чувства переполняют, я не могу разобраться с ними. Какие? Ну, однозначно положительные. Я не ожидал такого. Это действительно очень высокая награда. Второе и третье место завоевали Андрей Борцов из Тюменской области и Юрий Четвертаков из Московского региона. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские завоевали золото и бронзу чемпионата России по джиу-джитсу. Наши землячки выступили в составе сборной Краснодарского края. Турнир прошел в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие свыше 200 спортсменов из 30 регионов. Сборная Краснодарского края впервые принимала участие и была представлена шестью борцами сочинского «Динамо». Отличились две сочинские спортсменки – Алена Маскалева и Екатерина Поликашина. Алена стала чемпионкой России в весовой категории до 55 килограммов. На счету Екатерины – бронза в весе свыше 70 килограммов. По результатам чемпионата страны будет сформирована национальная сборная России для выступлений на международных соревнованиях в следующем году. Помимо этого, уверенную борьбу показали сочинцы Ольга Авдеева и Павел Самульцев. Уверенно пройдя отборочные схватки, они уступили в борьбе за третье место. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ольга Десятого.